Добрый день! Сегодня у нас на повестке дня очень интересный сюжет, связанный с тем, как открывали язычество, если говорить очень коротко. Но, конечно, язычество существовало всегда, дело не в этом, а речь пойдет о том, как язычество попало в научный дискурс, как российское научное общество и не только, и государственные органы узнали об этом явлении, а главное, какое оно место занимает в жизни народа. Почему я сегодня решил сказать об этой теме? Поскольку в книге «Грани русского раскола» у меня там значительное место уделено открытию раскола, так и называется, то есть открытию стареобрядчества. Ну, стареобрядчество, староверие всегда было, все всегда в России об этом знали, больше всего знал, конечно, об этом, и лучше всего церковь, которая в силу служебных своих обязанностей соприкасалась со староверческой средой. Но о том, что же на самом деле из себя эта среда представляет, каков ее объем, каковы ее характеристики, вот это все было открыто только в середине XIX века, то есть в 1850-х годах. И как раз вот в книге «Грани русского раскола» вот этот процесс открытия раскола, как я его там назвал, он подробно рассмотрен. Но вот когда я его рассматривал и готовил эту книгу, «Грани русского раскола», то, в общем-то, везде попадался материал, который, в общем-то, был вместе с островерческим представленным материалом, это касательно язычества. Поскольку 1850-е годы, середина XIX века, это такое особое время в российской истории, с точки зрения, не с точки зрения политики, внешней или какой-то внутренней, а с другой точки зрения. Именно в этот период он стал переломным для изучения народной среды, широких народных слоев, или, попросту говоря, русского народа. Поскольку раньше правящий класс, он довольно-таки мало интересовался тем, чем живет русский народ, как он живет. Все заканчивалось только такой экономической стороной, то есть сбором податей. Сначала за это отвечали помещики, потом за это отвечала община. И, в общем-то, особого интереса к тому, какая культура там преобладает, даже в том, в какие верования там преобладают, этого не было. И вот отмена крепостного права, когда уже было ясно, что это произойдет после смерти Николая I, это сразу же привлекло такое большое внимание к народу. Значит, что это такое? И вот тут, особенно в этнографическом плане, совершается большой прорыв. И, собственно говоря, к этому периоду и относится открытие раскола. Но одновременно с этим можно говорить о том, что произошло и открытие язычества. Причем язычество не только того состояния, в котором народ находился в середине XIX века, но и в историческом смысле. То есть, начиная с Киевской Руси, Средние века, Московское царство, какие верования преобладали там? Это очень важный вопрос был, на самом деле, и много людей им тогда интересовалось, поскольку официальная точка зрения была ясна для всех. Я просто скажу кратко о ней. Это то, что интересоваться там, собственно, нечем. Вот это и была такая официальная точка зрения. Весь народ церковно-православный. Это не только в середине XIX века, но и в Московской Руси, и в Киевской Руси. То есть, практически на протяжении всей истории, начиная, значит, с киевских начал, население было исключительно православным. Причем православным исключительно в церковном смысле. Вот это вот очень важно. И, собственно говоря, любые какие-то попытки прояснить, так ли это на самом деле было, или все-таки были какие-то там альтернативы, какие-то варианты, это все очень жестко пресекалось. Поэтому, вот, собственно говоря, пресекалось в первую очередь и верхушкой РПЦ. Поэтому о расколе, вот как я писал в книге «Грани русского раскола», узнали только в середине XIX века, когда уже целая палеяда исследователей, специалистов, энтузиастов обратились к изучению верований народных. И помимо старообрядчества, помимо староверия, обратили внимание на языческие предпочтения, которые очень плотно были представлены в народной среде. Вот это вот, поэтому мы можем говорить, что в середине XIX века совершилось не только открытие раскола, о чем я уже писал, но и открытие язычества. Открытие раскола язычества, в общем, здесь мы можем говорить об одном очень известном человеке, он был известный в советское время, поэтому мы его знаем. Это Афанасий Прокопич Щапов, он был автором очень серьезной книги о расколе, которая вышла в конце 50-х годов, где он описывал эту народную среду. Он сам, в общем-то, был выходец из нее по большому счету, этому было близко и понятно. И вот на этой книге очень много основывается. Когда я ее смотрел, там она посвящена староверию в народных массах, то там у него очень сильно представлено уже язычество, где он пишет о том, что языческие представления никуда не девались. На самом деле в русском народе они там продолжали жить. И вот Щапов, собственно говоря, их описывает, но он берет в основном романовский период. Романовский период, он не углубляется далеко. То есть, вот эта эпоха именно романовская его интересовала. И вот он на ее материале, на обработке тех данных, которые он получил, он и показывает, значит, что раскол ушел, староверие шло рука об руку с языческими представлениями. Даже более того, это неразрывно связано. Ну, я хотел бы сказать по поводу Щапова, что, конечно, он не был таким ярым приверженцем, любителем стареобрячества, как это кажется и как многие себе представляют. Потому что вот в его работах у него такой там вывод презентуется, что на самом деле России крупно повезло, что был такой царь Алексей Михайлович. Вот, ну, конечно, это после этого никакой стареобряец просто не будет разговаривать дальше. Но для Афанасия Щапова это был такой важный момент, такой важный краеугольный камень. И вот самое главное, что вытекало из Щапова, что староверские представления были тесно переплетены с языческими, которые он говорил, ну, простонародье, как он говорил. И поэтому отделить их друг от друга было нельзя. Вот Щапов об этом говорил. И это, собственно говоря, фигура известная, и поэтому я вот и обратился к ней, когда я занимался. Но если мы дальше будем говорить уже применительно к язычеству, то тут у нас всплывает уже действительно серьезная научная фигура, очень яркая фигура XIX века, середина XIX века, второй половины XIX века, о котором очень мало известно. Мало известно потому, что в отличие от Щапова, в советский период о нем предпочитали не вспоминать. Вспоминали крайне редко. Я имею в виду московского известного и популярного профессора Федора Ивановича Буслаева. Он родился в 1918 году и умер в 1998 году. Вот я вот вышел на его творчество и очень плотно знакомился с его работами. На самом деле, конечно, Щапов по популярности в середине XIX века даже близко не может сравниться с Буслаевым. Щапов – это один из таких рядовых ученых, если так можно сказать, просто раскрученный в советское время. Потом, о Буслаеве здесь нужно сказать, на самом деле, совсем иначе. Если взять те оценки, которые господствовали тогда, в середине XIX века, то это лицо гуманитарной науки России. Вот ни много, ни мало. И на самом деле здесь нет никакого преувеличения. Это действительно самый модный такой историк был в тот период. Почему был он модный? Вот это вот очень интересно. Потому что Буслаев в своем творчестве обосновал и, собственно говоря, презентовал, а я вот не побоюсь этого слова и начну с того, что вначале прозвучало – открыл язычество. То есть он разработал то, что мы называем двоеверием. Вот это вот очень важно. И Буслаев, он обладал такими прочными, главное, самостоятельными позициями в науке. То есть он не примекал ни к какому-то направлению, ни к западническому, ни к славянофильскому. То есть к тем направлениям, которые господствовали и, собственно говоря, считались основными интеллектуальными трендами тогда, да и потом. Только вот Буслаев в них не вписывался. Не вписывался он именно потому, что он начал разрабатывать вот эту языческую тематику, сделал на ней акцент, что очень не нравилось ни тем, ни другим. Ну, что касается западников, здесь можно коротко сказать, значит, им вообще не нравилось то, чем занимается Буслаев. Не нравилось по той причине, что они считали это мракобесие, что он, значит, только усиливает мракобесие. Поскольку религиозные верования русского народа и его приверженность вере о религии с точки зрения западников – это такая вот шелуха, которая на самом деле мешает развитию творческому русского народа. И поэтому нужно от этой шелухи избавиться как можно быстрее. И все должно быть нацелено, направлено именно на это. А Буслаев, наоборот, он начинает в этой шелухе окопаться, говорили они, и тем самым наносит огромный вред просвещению русского народа и просвещению вообще. И вот западники очень кисло относились к тому, что он делал. Отделал Буслаев все очень качественно. Книги его пользовались огромной популярностью и издавались, в общем-то, большими тиражами по тем временам. Вот даже Буслаева не переваривали такие люди западнического толка, как Чернышевский и Добролюбов. Вот такие вот революционные демократы, как их называли в советское время. Они просто ненавидели Буслаева, ненавидели его деятельность, ненавидели то, что он делает. И даже более того, я скажу, что на самом деле знакомство Чернышевского и Добролюбова произошло как раз на почве ненависти и критики к Буслаеву. Добролюбов подготовил одну статью, в которой Буслаев разносился в пух и прах как никчемный исследователь, который уводит научную общественность в какие-то непонятные, дикие, мракобесные дебри. И эту статью он принес в современник Чернышевскому. А Чернышевский, значит, прочитав эту статью, страшно захотел, обрадовался, ему все понравилось, поскольку он в душе тоже ненавидел Буслаева. И он попросил познакомить его с автором, попросил автора прийти к нему. И вот так состоялось вот это вот историческое, так сказать, знакомство Добролюбова и Чернышевского. Вот на почве нелюбви к Буслаеву. Но, собственно говоря, в данном случае нас не очень интересует позиция западников, она ясна и понятна. Основной поток ненависти на Федора Буслаева изливался со стороны славянофилов, славянофильской партии. Я имею в виду всех его лидеров, славянофильского крыла. И Хомякова, которых вы все прекрасно знаете, и Алексея Хомякова, Константина Аксакова, и братьев Киреевских. Ну, их не то что раздражало, это не то слово, деятельность Буслаева, а, в общем-то, вызывало приливы ненависти. Но в самом деле, а как можно было им еще относиться к тому, что делает Буслаев? Ведь славянофилы поддерживали вот эту господствующую официозную точку зрения, что русский народ с Киевской Руси до сего дня, ну, до середины XIX века, когда они жили, являлся и является абсолютно православным, и никаким другим он быть не может. Русский народ предназначен для православия, причем православие, в их понимании, что вот очень важно, и я буду не раз это оговаривать, православие в церковном смысле, и ни в каком другом. Русский народ готов был весь оказаться в церкви, и нигде еще, никакие другие места его не интересовали. Вот это аксиома, на которой стоит все славянофильство. То есть их назначение – это не просто утверждать церковность русского народа, но и оберегать русский народ и его церковность от всех посягательств, в том числе и от таких вот персон, как Буслаев. Вот в такой атмосфере Федор Иванович Буслаев и действовал. Ну, а что он говорил на самом деле? Он говорил, что все это полный чушь, и ни о каком церковном христианстве во времена Киевской Руси и в средние века, то есть во времена Московского царства, говорить не приходится. Он как раз занимался доромановским периодом Буслаев, то есть он был блестящий филолог, который прекрасно изучил, знал и много рассказывал о разных произведениях, летописи тех пор. И вот когда он их анализировал, то он начал просто насмехаться над этой славянофильской концепцией о церковности русского народа. Во-первых, он там обнаружил огромный языческий пласт, о чем и начал говорить. И, собственно говоря, вся буслаевская популярность как ученого в широких образованных слоях общества, она как раз была связана вот с этим его таким вот ноу-хау, если можно так сказать. Он всячески показывал, что русский народ вообще не имеет, и ни в Киевской Руси, и особенно в Московской Руси, никакого отношения к церковности. Вот это итог его исследования. Например, вот он ссылается на очень известный такой литературный памятник народного творчества. Это сказание о Петре и Фифронии, который все знают. Вот буслаев его очень внимательно исследовал. Его вывод был такой, что это никакой церкви и церковности отношения не имеет. И, кстати, приводил, помимо всех своих сложных филологических доводов и доказательств, приводил такой пример, что вначале при Петре Первом один такой был деятель, Дмитрий Ростовский по фамилии Туптала, который писал как раз вот «Жития святых». И вот этот вот Туптала украинский, выходец, как вы понимаете, попросил принести ему сказания о Петре и Фифронии, чтобы, значит, как-то в церковность, которую он пестовал, вплести это. И вот после того, как он познакомился с этим памятником, пишет буслай, вот он и так его вертел, и так. И потом все-таки понял, что он совершенно не нужен, не приспособлен и не годен для изображения церковности русского народа, поскольку это действительно такой источник народного творчества, который идет из глубин и не связан ни с какими церковными рамками. И этот Туптала, которого мы все знаем, как Дмитрий Ростовский, Ростовский, кстати, причисленный к клику святых, он просил убрать это, поскольку это ему совершенно не нужно. Вот это вот такое отношение украинских малороссийских иерархов уже к нашему непосредственно народному творчеству. Затем, что еще утверждал в своих работах Буслаев? Вот этот вот главный вывод, что вся жизнь в Древней и Средней Руси, она проникнута в веры. Вот это самое главное, за что его не любили западники. Он показывал, что человек, наш человек, не может жить без веры. Вера и его жизнь – это неразрывные понятия. Вот откуда ненависть западников. Но дальше начинается уже ненависть славянофилов, потому что Буслаев говорит, что да, русский человек неразрывно связан с верой, но источником этой веры христианство не является. А являются те верования, те его представления о жизни, о мире, который черпается из народной среды. Вот это тот источник, который формирует мировоззрение русского человека, русского народного человека. Никакая церковность здесь источником для формирования умственного, культурного мира человека никак не может и не является. Более того, Буслаев выдвигал и такие очень интересные идеи, которые приводили в бешенство славянофильскую партию. Но, во-первых, он очень сильно сравнивал вот эти все литературные памятники народного эпоса, которые записаны с точки зрения филологической, то есть с точки зрения языка. Он в этом был в первую очередь специалист, он не был чистым историком. Он как бы проходил и подходил вот к этой всей периодизации через филологию, через вот такой вот культурно-филологический аспект, что, в общем-то, было тогда большой новинкой. И что мы здесь видим? Буслаев выявил такие различия после скрупулезного исследования, что на самом деле народные эпосы и литературные даже памятники, книжность XI-XII веков, то есть домонгольские, они сильно отличаются от XIII-XIV. Вот он через филологию нащупал вот этот вот барьер, вот этот водораздел. Ну, славянофилы-то тоже, в общем-то, были не прочь этого водораздела, поскольку, с их точки зрения, это означал слом, значит, русской жизни, поскольку сюда нагрянула вот поганая татарщина. И, собственно говоря, все пошло не так, все было сломано, все пошло наперекосяк, и был полный культурный упадок, и только вот могущество, могучие силы русского человека смогли вынести такие жесткие, жесточайшие испытания. Так вот, Буслаев говорил, что водораздел, да, есть, но этот водораздел приводит к совершенно другим результатам с точки зрения филологии. Я не знаю, говорил он, ваши вот эти вот рассказы исторические, значит, которые вы презентуете с точки зрения политических каких-то, внешнеполитических отношений, а я смотрю с точки зрения филологии. А с точки зрения филологии мы находим следующее, говорил Буслаев, и об этом писал в своих произведениях, что XIII-XIV век – это век монголо-татарского ига, это на самом деле не упадок, а рассвет русской культуры. Но после этого, конечно, можно представить себе ощущение Алексея Хомякова или Константина Аксакова. Они просто кидались в бой против Буслаева, вступали с ним там в полемику и личную, и очную, и заочную, какую угодно. Что за рассвет имел в виду Буслаев? Буслаев говорил, во-первых, количество рукописей книжных, которые дошли до нас с XIII-XIV веках, они достигают своего апогея. То есть их в разы просто, в разы больше, чем это было в XI-XII веках. Но самое главное, они отличаются качественно, отличаются по языку, говорит Буслаев. И поэтому рукописи северо-восточной очень сильно отличаются от юго-западного происхождения, на самом деле. Ему, как филологу, это сразу, в общем-то, резало глаз. И он не мог это оставить без внимания. Затем, когда он изучал текст, он видел вот эти все оформления этого текста. Это заставки, заглавки, миниатюры, заглавные буквы. Это очень важный элемент, на самом деле, рукописи, как вы все прекрасно знаете. Так вот, в XIII-XIV веках необычайный рассвет вот этой орнаментистики, различных миниатюр, заглавных букв, просто необычайный. То есть рукописи становятся богато оформлены. То есть действительно на это тратится очень много времени. И Буслаев на это обратил внимание. Поэтому ненависть славянофилов была понятна, что значит, как же это может быть. Получается, у нас тут монголы-татары, по их версии, а по его версии, значит, здесь какой-то культурный рассвет возникает. Это нестыковка, которая, конечно, не могла оставить в состоянии душевного успокойства ни одного славянофила. Теперь непосредственно уже о народных массах, если не о книжной культуре. Буслаев говорил, двуеверие – это самое такое минимальное, что можно допустить, если не сказать более. Вся эта христианская окраска, окраска, она была просто настолько тонка и принадлежала исключительно правящей прослойке в лице князя, их дружины или каких-то приближенных к народу. Это не имело никакого отношения. Народ жил абсолютно в другом мире, в мире, где источником его верования является, конечно, их земля, а не то, что было принесено. Вот это вот очень важно. И Буслаев говорил, что ни о каком преобладании христианства ни в Киевской, ни в Московской, особенно Руси, он Московскую Русь особенно изучал, мы говорить не можем. Даже более того, он говорил, что Московская Русь – это образование, это культура, где христианство вообще не являлось основным трендом. Это тренд верхушечный, который был абсолютно там, разыгрывался где-то в верхах. Никаким низам это отношение не имело. В низах господствовали вот те языческие представления, которые передавались издавна, еще, так сказать, до христианской эпохи. Они никуда не делись с принятием христианства вот этой тонкой правящей прослойкой и со всеми вот этими вот выяснениями через это христианство взаимоотношений на верхах. Народа это абсолютно не касалось. Он действительно жил совершенно в другой атмосфере. И вот эту атмосферу Буслаев показал. И, собственно говоря, поэтому мы можем сейчас говорить, что Буслаев и его вклад в российскую науку, что он открыл русское язычество, что это не просто какое-то давно ушедшее с принятием христианства или какое-то после принятия христианства какое-то маргинальное явление. Он показал, что это самый основной тренд, в котором находилось большинство, подавляющее большинство русского народа, если можно его брать в целом, если вот можно так говорить. И, собственно говоря, так оставалась всю Московскую Русь вплоть до Романовых. Вот, собственно, такие выводы, которые Буслаев и презентовал, и смог, значит, опубликовать. И, конечно, вот все эти буслаевские исследования, они, конечно, вызывали опасения не только у интеллектуалов типа Алексея Хомякова или Константина Аксакова, но и у власть-предержащих, так сказать, у Синода, у МВД, те, кому тоже явно не по душе, были такие рассказы. Это все противоречило официальной доктрине православия, самодержавия, народность, кое все обязаны придерживаться. Но Буслаев сумел, значит, как бы выкрутиться в этой ситуации, поскольку у него был очень сильный покровитель в лице графа Сергея Григорьевича Строганова. Вот, а потом, значит, он был породнен семьей Николая I, поскольку женился на одной из сестер его. И, в общем-то, так сказать, имел отношение к царской фамилии. И поэтому он покровительствовал Буслаеву. И даже Буслаева он смог устроить учителем по литературе к цесаревичу Николаю, который затем умер в 1865 году, а он был наследником престола. И вот Буслаев ему преподавал вот эту литературу. И лекции его, как раз, читанные цесаревичу, наследнику престола Николаю, вот они опубликованы были. И вот как раз я их смотрел. И там, в общем-то, тоже довольно интересный, очень много довольно интересных сюжетов, как раз на языческую тематику. То есть, вот таким образом, вот Буслаев как фигура, очень научная и очень интересная, конечно, она мало известна в советский период. Почему она мало известна в советский период? Ну, я думаю, что вы, наверное, догадались, поскольку Буслаев был ярым врагом, ну, вернее, его сделали таковым врагом, вряд ли он сам хотел стать таковым, Чернышевского, Добролюбова и всей вот этой вот когорты революционных демократов. А Чернышевский Добролюбов, как вы знаете, это любимица Владимира Ильича Ленина и затем всей советской историографии, которых просто и Чернышевского Добролюбова и ряд других канонизировали, если можно использовать такой язык, это сказать. И, собственно говоря, вот эта вот нелюбовь Чернышевского и Добролюбова к Буслаеву, она сыграла свою роль, и Буслаева как фигуру предпочли вычеркнуть из русской науки, из российской науки XIX века или, во всяком случае, ее настолько минимизировать, что фигура Буслаева знал только узкий круг специалистов. И по сей день все это остается так. Так что открытие язычества, которому мы можем, образно говоря, вот, быть, к которому мы можем, образно говоря, быть обязанным Буслаеву, оно ему дорого стоило. Дорого стоило вот тем вот забвением, которое в годы советской власти вот его постигло. Это что касается Буслаева. То есть это вот человек, который открыл язычество и широко его презентовал. Это, конечно, не значит, что другие никто там этим не занимался, но, тем не менее, все равно я просто это выделяю, поскольку вклад Буслаева в открытие язычества, он очень весом. Это то же самое, как по аналогии с открытием раскола у меня, стареобрячеством. Конечно, этим занимались очень многие люди, в том числе и Щяпов, но вот миссия первого открывателя раскола, она принадлежит вот барону немецкому Августу Газгаузену такому, который после путешествий по стране смог вот это все уловить и потом уже рассказать в Петербурге, значит, о масштабах этого явления, где были очень поражены сказанному и увиденному Газгаузеном. Это что касается староверия. А вот что касается, значит, язычества, то, конечно, здесь эту роль выполнил уже наш русский профессор Московского университета Федор Иванович Буслаев. Вот поэтому сегодня мы о нем и поговорили. Но его наследие, оно, конечно, не пропало даром. Его в годы советской власти не вспоминали где-то с середины 30-х годов. О нем вообще уже не вспоминали, не вспоминали потому, что у руля исторической науки встает романовские профессора, те, которые, значит, уцелели во главе с Борисом Дмитриевичем Грековым. И после того, как этот роль исторической науки им был доверен, то, конечно, они постарались Буслаева вообще отодвинуть на задний план, поскольку он никогда не был в части вот у этой романовской историографической школы. Но в 20-х годах о Буслаеве говорили. И, собственно говоря, его дело, его дело Буслаевское было продолжено. Было продолжено еще одним человеком, который внес огромный вклад в открытие язычества. Тоже забытые фамилии, поэтому я и решил о нем сказать. Несмотря на то, что он уже работал в 20-е и в начале 30-х годов. Он родился в 1998 году, это как раз в год смерти Буслаева. Закончил гимназию, потом не смог закончить из-за гражданской войны Петроградский университет. И так оно было незакончено. Но, тем не менее, его вклад в языческие разработки был огромен. Фамилия этого человека Моторин Николай Михайлович. Вот сейчас уже тоже ни о чем не говорит. На самом деле это человек, который не был на первых ролях, но он очень симпатичен тем, что это была вот та самая рабочая лошадка, как говорят, которая и везла на себе ввоз исследований и открытий. Вот если бы не такие люди, то, собственно говоря, руководители науки не о чем было бы докладывать в высшестоящих инстанциях. А вот Моторин, это человек, который посвятил свою жизнь вот этой этнографической проблематике именно с точки зрения веры, верований русского народа. Его интересовали веровни русские народа. И в этом смысле он, конечно, опирался на те наработки, которые были сделаны Федором Буслаевым во второй половине XIX века. Вот он шел по этому пути дальше. И он ездил много в различные этнографические экспедиции и на Волгу, и на Север. И его интересовало, какие верования, какая среда вот религиозная, народная, что она представляет из себя. Поскольку вопрос, что эта среда не подвержена церковности, и церковность там глубоко не укоренена, этот ответ был дан революции и гражданской войной 1917 года, 1920 года, если брать революцию с гражданской войной. Стало ясно, что если церковность так легко осыпалась, что удивляло всех, начиная с Бердяева, Булгакова, Лосского и Франка, то, значит, этих корней, о которых нам говорили, о которых нам воспевали и постоянно к которым наше внимание обращали, просто не существовало. Для Маторина это было ясно. Поэтому нужно смотреть, а что же существовало тогда. И вот он опять входит вот в эту вот языческую тематику. Для него староверие, опять-таки, плотное переплетено с язычеством. Он это видел, но он более широко смотрел на этот вопрос. Он также смотрел и на мусульманские области. Поэтому он очень много ездил по Волге, Уфа, Казань, где пытался понять, значит, насколько ислам укоренен в мусульманском населении. Вот это очень важно. И на самом деле вот он тоже пришел к интересным этим открытиям, я хочу сказать, относительно мусульманства, что там такие же процессы, как и в православии развивались. Но я об этом, вот если отступить, хочу сказать, что знакомился с материалами Третьего международного съезда востоковедов в Москве в конце 1870-х годов он происходил. И вот там меня поразил один интересный доклад одного чиновника МВД, который служил в департаменте иностранных вероисповеданий, не православных, то есть православным занимался сенот, а вот и мусульманством, исламом в том числе. И вот он выступал там и говорил с трибуны этого съезда перед огромной научной общественностью, и зарубежный тоже, съезд был международный, он говорил следующее, отчего мы все время клянем, значит, наших попов, говорил он, да, православие, что вот попы безграмотные, что население абсолютно ничего не знает, никакого понятия, никаких там догматики, там, о каких-то еще тонкостях этих всех богослужебных не знает, что вся эта православная, эта культура, церковная культура, если быть точнее, церковно-обрядовая, находится на низком уровне. Вот мы все это говорим относительно православия, говорил этот чиновник. А если мы посмотрим на наши, так сказать, мусульманские эти регионы, на наши мусульманские территории, где ислам является господствующим, что мы видим? Да там мы видим такую же картину, если еще не хуже, говорил этот чиновник. Там вообще никто ничего не знает с точки зрения вот исламской этой догматики. То есть, например, если там кому-то сказать, что в Коране, там, в исламе существует священная история, кораническая, то, значит, вы сильно удивите все это население, включая некоторых, мол, поскольку они понятия об этом не имеют. Знают, и что-то какие-то знания могут показать только те люди, которые учились на Востоке, в различных учебных заведениях. Но таких, как мы понимаем, было совершенно немного. Во второй половине 19 века основная часть вот этих вот мул и населения, они вообще понятия не мели ни о каком исламе. Все их знания, как говорил чиновник, ограничиваются тем, что для них печатали специальные книжки крупным шрифтом, значит, как типа нашего букваря, где, значит, были какие-то предложения, значит, занесены. Вот они эти предложения, значит, из Корана там заучивали, и, собственно говоря, это все, чем их знание ограничивалось. И, собственно говоря, никто ничего не знал и особо не интересовался, поскольку не понимал, о чем еще можно интересоваться. То есть, вот это такая вот картина в народе с точки зрения верований исламских, которая, значит, была. И Маторин это тоже прекрасно знал и тоже все это встретил уже в ходе своих экспедиций в Казанске, вот в Фимске, в Уфу, в Казань, в окрестности, в эти губернии, где он столкнулся с тем же самым, о чем рассказывал этот чиновник. И он там говорил, что языческий пласт очень сильно давит на это население. Он и там еще является очень серьезным трендом, который определяет верование и миросознание мусульманского человека тех регионов. В этом смысле такая очень сильная параллель с православием. Она проводилась с Маторином. Там Буслаев не занимался этой стороной. Дело, то вот Маторин как раз сюда делал акцент. И очень сильно Маторин говорил о вот этих языческих представлениях. Например, он говорил о том, что вот в народе гораздо больше значения имеет священное отношение к дереву. Вот это очень важно. То есть это сидит в крови как там и мусульманского, так и православного населения. Писал он в одном из своих трудов, с которым я ознакомился и который я читал. А действительно, он говорил, что в православии отношение священное к дереву, просто народе, оно гораздо больше, чем каким-то крестным ходам. Так это действительно так. Ведь это же идет из глубины человеческого подсознания. Потому что, что такое дерево, растительность? Это то, что дает жизнь. Ведь по сути дела, кто такие люди, кто такие все мы? Это просто паразиты, которые живут из-за деревьев. Потому что, если у дерева прекратит процесс фотогенеза, и не будет кислорода, то все мы перемрем в гораздо небольшой, в очень небольшой срок. То поэтому отсюда отношение к дереву, оно святое. Поэтому религиозность выражалась в том у православного русского простого человека, что нужно сажать эти деревья. И чем больше ты их посадил, то значит, тем больше ты сделал для веры, для ее утверждения. И русский человек понимал, зачем это надо. Вот необразованный, который не смог бы объяснить назначение фотогенеза для биологии Земли, для всего устройства Земли. Но он понимал, что это есть самое главное. И это главное, это намного важнее, чем какие-то крестные ходы с непонятными ряженными людьми коммерческого склада. Вот это он очень четко понимал. Поэтому где должно быть сердце русского человека? На крестном ходе или на почитании тех же деревьев, что ставится в углового угла языческих представлений? Вот для Маторина ответ был прост. И, собственно говоря, его деятельность она показывала, почему все это так, эта церковь так легко обвалилась после 17-го года и в ходе Гражданской войны. Вот именно поэтому, что русский человек был абсолютно укоренен совершенно в других ценностях. Вот это вот очень важно. То есть, если можно сказать, что язычество это действительно чувство ритма природы, это стремление жить в соответствии с этим ритмом. Только тогда ты становишься человеком. Причем эта природа она везде разная. Это может быть и лес, и степь, и тундры, и горы, но тем не менее это все многообразие составляет вот это, что мы называем природа-мать. Это я просто пересказываю Моторина. А что такое церковность? А церковность это люди, которые говорят это все не важно, давайте это все забетонируем, заасфальтируем и будет вот здесь крестный ход. А это все к черту матери не важно, это какая-то дикость, абсолютно какое-то полоумие и не нужно это никому. Так что выберет обычный человек? Понятно, что он не хочет жить на земле, которая полностью вся зацементирована или там заасфальтирована плотным слоем вонючего асфальта. Это понятно. Природа это то, к чему стремится человек. Вот язычество, языческие представления с точки зрения Моторина обеспечивают эту связь. Вот такие интересные научные исследования, которые в отношении язычества были проведены и Буслаевым и Моторином. Я выбрал эти две фамилии, не значит, что они единственные, я еще раз повторяю, и других не было. Просто я выбрал эти две фамилии, поскольку действительно их вклад уж больно яркий был и очевидный. И еще по той причине, что, конечно, они были забыты. И вот как раз на их творческом наследии, которое я здесь кратко пересказывал, вот и пытался сделать свой научный вклад никто иной, как советский академик Борис Александрович Рыбаков. Вот приходится здесь вспомнить о нем. Поскольку он уже не по первой молодости, а затем увлекся языческой тематикой, у него язычество в Древней Руси, мы знаем эту книгу, и для многих тогда представителей интеллигенции, интеллигентского слоя, советского, вот как Рыбаков это был какой-то такой глоток воздуха, что вот он действительно поднимает какие-то новые темы, какие новые пласты он разрабатывает. Теперь можно сказать, уже после крушения СССР, после опубликования много чего, можно сказать, что, конечно, ничего особенного с точки зрения язычества и в плане языческой проблематики Рыбаков не разрабатывал. Это, кстати, заметили очень многие, что он просто драл все это у Буслаева и у Моторина, у Моторина особенно, естественно, без ссылок на авторство. Брал их концепции, брал их подходы, их какие-то заходы, разработки, и затем, значит, чуть-чуть их припудрив, значит, он это выкатывал и показывал, значит, как свое, так сказать, научное откровение, которым он шел, видимо, долгие-долгие годы. Вот поэтому, если мы даже уберем вот всякие вот эти вот фигуры типа Рыбакова, он, как вы понимаете, был не один, кто пользовался этим наследием. Если мы убираем эти фигуры, то тогда мы еще лучше видим вклад этих людей и Федора Буслаева, и Николая Моторина в разработку язычества. И вот в открытии русского язычества они, с точки зрения науки, конечно, внесли самый весомый вклад. Поэтому их имена не должны быть забыты, а должны занять достойное место в научной плеяде России. Россия. Спасибо. Узнай больше на Концептуал РФ.